Я покажу как подключить бесплатный интернет и сегодня мы рассмотрим как это можно сделать используя Wi-Fi. Я покажу три способа как можно усилить сигнал Wi-Fi настолько, чтобы можно было подключиться к открытым точкам или к Wi-Fi роутеру знакомого, который поделился паролем, даже на расстоянии нескольких километров. Первый способ это самодельная антенна. В интернете есть много схем самодельных антенн и многие из них я собирал лично. Проверил в реальных условиях насколько хорошо они работают. Самые лучшие показатели по уровню сигнала, по скорости интернета, а также простоте сборки были у антенны двойной квадрат. Конечно можно подключить эту антенну вместо антенны ноутбука или планшета, но лучше и удобнее использовать USB адаптер. Я использую TP-Link 7200 либо TP-Link 722. Эти адаптеры очень мощные и даже без самодельной антенны они могут подключаться к Wi-Fi точкам на расстоянии до 100 метров. Ну а если подключить к ним антенну самодельную, тогда получается просто Wi-Fi пушка. Для сборки нам потребуется пластина из фольгированного гетинакса, можно из другого металла, размером 100 на 120 миллиметров. А также медная проволока диаметром от 1,5 до 3 миллиметров. Купить ее можно в хозяйственном магазине. Антенный кабель не подойдет. Но вот провод для проводки в самый раз. Зачищаем примерно 28 сантиметров провода. Отмеряем 8 частей под 30,5 миллиметра. Можно отметить маркером. Потом по отмеченным местам с помощью плоскогубц делаем изгибы под 90 градусов. Надо стараться делать как можно точнее. Важно помнить, что неточность где-то до миллиметра заметно ухудшит усиление антенны. Вот такая получится восьмерка. Я просверлил в гетинаксе отверстие и вставил туда восьмерку. Так, чтобы расстояние между ней и пластиной было 15 миллиметров. Закрепил ее с помощью пайки. Антенну, которая была на этом адаптере, я аккуратненько оторвал. Из нее взял кусочек вот этого провода. Этот провод я припаял здесь. Центральный проводок паяем к этой части восьмерки. А оплетку этого провода, то есть наружный вывод, припаиваем к той части восьмерки, за которую она крепится. На каждом разъеме падает сигнал на 1 дБ. Поэтому, чтобы повысить уровень выходного сигнала на пару дБ, я из этого адаптера выпаял разъем антенный и провод впаял напрямую. USB адаптер можно закрепить с помощью скотча. Для того, чтобы использовать эту антенну на крыше, можно воспользоваться USB удлинителем. Если 5-метрового недостаточно USB удлинителя, можно использовать два таких удлинителя, вставленных один в один. Для защиты от осадков можно ее закрепить внутри 5-литровой бутылки. Для этого ее сбоку прорезаем, вставляем туда антенну, протыкаем 4 отверстия. И проволочкой плотненько привязываем ее к стенке внутри банки. Этой щелью располагаем вниз. Направлять надо туда, на источник сигнала. Давайте теперь посмотрим, как это все работает. Проверять я это буду на ноутбуке. Эксперимент сейчас проводится не в городе, в деревне. Здесь мало Wi-Fi точек. И мы можем видеть, что ноутбук не ловит ни одного Wi-Fi. Ни открытого, ни скрытого абсолютно нет. Ну, только подключение проводное, которое когда-то у меня были, остались. Даже если его поднести к окошку, я уже это делал, но сколько я не пробовал, поймать мне ничего не удалось. Теперь давайте попробуем подключить к нему нашу антенну. Вставляем USB кабель в разъем. Ждем, пока Windows ее найдет. Может потребуется установить драйвера от этого устройства. В Windows 7 они есть, поэтому устанавливать не нужно. Можно ее поднести к окошку для лучшего результата. О, она сразу же уловила раз, два, три каких-то точки. My Network, TP-Link, еще что-то там такое. Вот и Windows их нашла. Видим, что есть прием какой-то. Но сигнал слабый и точки запоролены. Тричьи-то роутера. Попробуем поставить антенну на крышу для лучшего результата. Будь осторожен. С крыши можно упасть и травмироваться. Крепим нашу чудо-антенну вот на этой трубе. Мы вывели антенну на улицу и появилось много точек. И что самое главное, одна из них открытая. Сейчас попробуем подключиться. Заходим в Windows. Так, что думает. Неправильный Wi-Fi попался без интернета. Но ничего, если провернуть антенну, можно поймать еще несколько открытых Wi-Fi. Проверни антенну на 20 градусов правее. Ага, как там сигнал? Посмотри, обновлять. Другой открытый Wi-Fi. Так, попробуем подключиться. Вот он у нас открытый. Через меню Windows. Подключение. О, подключился. Доступ к интернету. Отлично. Попробуем, как он работает. Зайдем в браузер. Пробуем загрузить YouTube. О, отлично, загружается. Ну что там, скоро мне можно слабить, а то я уже задубел тут. Все, отлично, можешь слабить. Это полосал. Так, 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 так. Ага, так, так, так. Ай, лампочек. Сейчас посмотрим. Перем рация. Если сигнал слабый, скорость может быть недостаточно быстрой. Поэтому мы попробуем проверить скорость. Это же ядерная скорость! Ядрено-ядерная! Ну понятно, что в городе кто-то скажет, фу, медленно. Но если в каком-то глухом селе, это еще и бесплатно, то в принципе это вполне нормальная скорость. Пришло сообщение, кстати. О, четыре новых сообщения пришло, пока ролик снимали. Ничего себе! Еще меня иногда удивляет, то какой пароль ставят пользователи. Ну зачем они такой пароль ставят? Пароль был подключиться. Ввожу пароль. Самый простой набор цифр подряд. Подключаюсь, подключаюсь, подключаюсь. И вот чудо! Подключилось! Ну зачем такой простой пароль ставить? Сейчас посмотрим, конечно, какой у него интернетик. Рабочий ли у него, может это не интернет, а что-то вообще другое. О, видно, что есть процесс загрузки. Да, рабочий интернет. С таким простым паролем. Хочу напомнить, данное видео снималось в селе, где мало у кого есть интернет, поэтому в городе результат будет намного лучше. К примеру, упавший в квартире, эта же самая антенна поймала 78 Wi-Fi точек, 9 из которых были открытые. Я многим друзьям подключил интернет по этой схеме, и они были довольны. Данный метод я испытал в разных селах, а также в городе Луганске, Ялте и даже Москве. И везде работает. В большинстве случаев нет необходимости вешать антенну на крышу. К примеру, у моего друга в станице удалось подключиться к роутеру с открытым Wi-Fi на расстоянии 1 километр. И антенка у него висела на окне. При этом интернет работал стабильно. Теперь отправляясь в далекое путешествие, я всегда с собой беру Wi-Fi антенну B2. В большинстве случаев этой антенны достаточно, чтобы поймать бесплатный интернет. Но иногда так бывает, что бесплатные точки находятся далеко, либо вообще вы находитесь где-то в селе, а рядом нет Wi-Fi. В таком случае поможет антенна F20. Собрать ее, конечно, значительно будет тяжелее, но зато она способна уловить Wi-Fi на расстоянии от 5 до 8 километров. Или можно воспользоваться тарелкой от спутниковой антенны, закрепив туда нашу антенну вместо головки. Но если по каким-то причинам вы не можете собрать такую антенну, то есть готовое решение. NanoStation. В водонепроницаемом корпусе содержится двухэлементная антенна и мощный усилитель Wi-Fi. Он легко подключается с помощью обычного интернет-кабеля в LAN-порт. Это будет, конечно, стоить дороже, чем USB-адаптер, но поддержанный такой можно найти недорого. Ну а какие ты знаешь методы получения бесплатного интернета? Делись в комментариях. Ну а в следующем ролике я покажу, как подключить интернет, даже если нет никакой связи. Ни Wi-Fi, ни света, вообще где-то вы далеко находитесь. Нету ни кабеля, ни беспроводного интернета. Я южик. Я упал в реку. Южик. 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 Субтитры сделал DimaTorzok